Продолжение следует... Сейчас поездки в Экотехнопарк в этом году, не ЭКО-феста. Думаю, ну здорово же, можно все-таки все равно туда поехать, отдохнуть, остановиться, хоть одним глазком еще раз посмотреть, что там изменилось, что там новенькое. Ну, очень хорошо. Ладно, спасибо, я тоже вам расскажу, почему я здесь. У нас идет трансляция? Да, все хорошо слышно. Хорошо. Я скажу так, когда мне предложили войти в проект, я повела себя изначально как скептик, хотя таковой не являюсь. Я думаю, так, что-то тут не то, я не буду доверять тому, кто эмоционально мне что-то рассказывает. Я вот сейчас возьму имя автора этой технологии и сама чего-нибудь найду. Так и было, я взяла, значит, фамилию Юницкий и давай искать в интернете. Изучала информацию, смотрела все, то есть нашла все. Я саму Юницкому нашла, нашла в проекте. Ну, понравился мне проект, и я решила, ну да, я обязательно поддержу его, потому что, ну такая, это инновация, это хорошая идея построить экологически чистый транспорт. Вот этот парк, экотехнопарк, который строится, думаю, ну если ничего даже не получится, пускай моя инвестиция пойдет на развитие вот этого парка, пускай люди туда приходят, гуляют, детки будут смотреть на вагончики. Вот, думаю, ну я внесу свой вклад вот в какой-то экологию, в улучшение экологии на планете. Вот, ну и, конечно, меня привлекла маркетинговая система, я поняла, что можно создать какой-то свой все-таки бизнес и в долгосрочной перспективе, и в краткосрочной. Вот, наверное, вот сегодня и сейчас можно что-то заработать. Думаю, ну в совокупности вроде все классно, все интересно. Но в шестнадцатом году, когда я попала первый раз, поехала на первый экофест, я просто и познакомилась вот с Анатолием Эдуардовичем лично, я просто поняла, что я была и поражена, и восхищена, насколько это гениальный человек, насколько он замечательный, сердечный, насколько у него несгибаемая воля, мы же прекрасно понимаем, сколько ему пришлось пережить, он не ломался, он поднимался, шел дальше. То есть, насколько у него крепкое стремление идти к своей цели. И я поняла, что я хочу быть рядом с этим человеком, хоть вот как я могу, вот так я буду. Я хочу ему помогать, мне захотелось равняться на него, мне захотелось учиться у него, мне захотелось просто брать с него пример. И я приняла решение, что что бы ни происходило, я буду в этом проекте до конца с Анатолием Эдуардовичем, до финиша, до тех пор, пока мы не закончим 15 этапов. Мне хотелось вносить какой-то свой вклад, чтобы ускорить этот процесс и чтобы помочь ему воплотить в жизнь его мечту, потому что это действительно его мечта, но она настолько нужна всем нам, всей планете, что думаю, да, вот все, я здесь и я буду идти, чего бы мне это ни стоило. И вот я действительно здесь, и на сегодняшний день со мной рядом такие потрясающие люди, столько друзей, столько знакомых, все такие классные, доброжелательные, позитивные. Мне кажется, другие люди не могут быть в этом проекте, и столько у нас было поездок, столько было тренингов, и столько новых знакомств. Мы стали не просто командой, мы стали прям вот действительно какой-то дружной семьей. Я тоже могу сказать, что за два года, вот как Урили сказал, мы, вот я лично посетила 12 стран за два года, такого не было у меня, такой интенсивности не было. То есть настолько, я настолько счастлива, вот как Алексей Сухобров сказал, найдите что-то, что откликается. Вот откликается у меня Анатолий Эдуардович, его идея, откликается вот эта вся фантастическая сказка, которую мы, в принципе, воплощаем в жизнь, и она становится былью, она становится действительностью нашей. Вот, поэтому скажу так, что проект SkyWay стал действительно частью моей жизни, и оглядываясь на вот эти пять лет, которые я в проекте, я понимаю, что это самая интересная часть, самая интересная часть моей жизни. Поэтому я действительно счастлива, и я приглашаю новичков, которые есть здесь на площадке, приглашаю быть с нами, быть в нашей команде. Мы не обращаем внимания на какой-то там карантин, мы знаем, что скоро, мы сейчас вместе, как будто бы все в одном зале, как раньше, вот, и как только все это закончится, мы действительно опять будем вместе. Вот сейчас мы просто улыбаемся и говорим друг другу привет, а потом мы просто еще и подойдем и обнимемся, вот, так что будьте с нами, я действительно счастлива, что я в проекте. Спасибо большое, спасибо большое, Любовь, за твои искренние слова из глубины души, действительно смотрится, вот, вижу и Машеньку, и Олега, и Лену, и Ауреллюса, и Легоса, всех хочется обнять, вот, прям, увидеться, увидеться с вами и, так скажем, продолжить наши встречи. Готовиться к следующему выступлению, очень интересный парень из Латвии, который сейчас начинает, так скажем, огромный путь для того, чтобы и латвийский регион, латыши, латышскоговорящие люди узнали об этом потрясающем проекте и сделали его частью своей жизни. Пожалуйста, Гундерс Эглитис, приглашаю тебя. Спасибо, Артем, спасибо. У нас молодой, новый спикер, он сейчас ведет у нас презентацию, ведет вебинар на латышском языке и поднимаем наше латышское население. Спасибо, спасибо, как меня слышно, хорошо? Прекрасно слышно, прекрасно. Отлично, добрый вечер всем, меня зовут Гундерс Эглитис, я являюсь партнером и инвестором группы компании SkyWay с 2018 года. Также в этом году я стал, как и Люба сказала, спикером латвийского региона в данной компании. С проектом я познакомился весной 2018 года. Как изначально, многие смотрели на проект скептично. Мне понравилась сама идея, но казалось слишком нереально на первый взгляд. Но благодаря моему другу и спонсору Артему Курбанову, который упорно рассказывал и ввел в курс его дела, я не только вложился в проект, но и понял всю его важность. Так как занимаюсь разными видами инвестиций и бизнесами, изначально инвестировал с целью в будущем заработать. Позже знал, что компания использует MLM. И я понял, что можно зарабатывать, привлекая инвестиции уже сегодня. Но с каждым днем, изучая проект и его автора Анатолия Эдуардовича Яницкого, мои мысли менялись. Я, так же, как и Артем, и Анатолий, и, наверное, все, кто участвует в этом проекте, хочу сделать жизнь людей лучше. До участия в проекте SkyWay я мыслил не настолько масштабно. Всегда хотел при помощи своих сил и знаний помогать людям в своем регионе и пытаться поднять экономику страны в мире своих возможностей. Когда я понял, что своим изобретением и идеей может и хочет изменить в мире Юницкий, я начал гордиться тем, что я в этом участвую и помогаю развивать проект. Проект развивается с помощью народного финансирования. Народного – это ключевое слово. Не государственного, а народного. Изучая проект, я осознал, что все, что делает Анатолий, он делает для народа. Для всего народа. Для всех людей на планете. Даже для тех, кто пытается помешать развитию проекта и скептиков. Генеральный конструктор проекта SkyWay своим упорством и трудом заряжает энергией и мотивирует ему помочь. Я в проекте SkyWay, потому что знаю, что рассказывая людям и привлекая инвестиции, выигрывает все. Во-первых, знаю, что даже самая маленькая моя привлеченная инвестиция хоть на пару сантиметров, но продвигает проект вперед. Во-вторых, за тех же пару сантиметров продвигается вперед развитие человечества вместе с проектом. В-третьих, я уверен, что все люди, которые благодаря мне участвуют в проекте, будут мне благодарны за то, ведь их финансовое состояние улучшится. Так, как уверен, что струнный транспорт Юницкого будет востребован во всем мире. И в-четвертых, занимаясь в проекте, я чувствую, как меняется мое мышление в лучшую сторону. Также, работая в проекте, я зарабатываю уже сегодня. Можно еще долго говорить о том, почему и как, но с меня сегодня все. Спасибо большое за внимание, за возможности. И срой SkyWay, спасай планету! Спасибо большое! Спасибо, Гундерс! Да, действительно, настолько огромные возможности дает Дал Анатолий Эдуардович, и мы их действительно успешно реализуем. Спасибо! Гундерс, желаем тебе успеха в Латвии! При Балтике очень большой вклад сделала в самом начале, так что у тебя сейчас такая непростая, но важная работа. Вот, а сейчас очень хочется представить одну из таких потрясающих, такая яркая, яркая такая блондинка, которая очень сильно помогает нашему проекту работать, делать это слаженно, делать это здорово в разных регионах по всему миру. Пожалуйста, Валькович, Ирина, прошу вас! Добрый вечер! Добрый вечер! Слышно меня? Да, добрый вечер! Добрый вечер из Эстонии, города Таллин. Предпочитаю, чтобы меня называли Ришей. Я в команде SkyWorld Community по двум основным причинам. Первое, это наличие таких возможностей в глобальном, мировом, масштабном проекте для реализации своих талантов и способностей. Не просто на 100, а на 150, на 200 процентов. Даже скрытые навыки, умения, с которыми вы просто где-то сидите и не знаете, что сделать, именно здесь воплощаются, и именно здесь ваши амбициозные цели и планы реализуются. Я расскажу вам свою историю. В новогоднюю ночь с 2016 на 2017 год, уже почти 8 лет работая один на один с клиентами в кабинете, я себе загадала, что я хочу расширения пространства, я хочу новых знакомств с открытыми, позитивно мыслящими, проактивными людьми, я хочу новых вершин для достижения. И что самое интересное, уже 26 февраля 2017 года я оказалась в проекте. За эти три года у меня было столько возможностей для самореализации, но самое главное, и это вторая основная причина, почему я в Sky World Community, это те новые люди, уже горячо любимые, дорогие, родные, моя команда Skyway, моя семья Skyway, с которыми у нас общие ценности, общие цели, общее видение будущего и осознание, ради чего большего мы здесь, в этом проекте Skyway. Я не могу как коуч не задать вам вопросы для того, чтобы вы подумали о себе, но вот представьте, вспомните тот период, когда вы еще не были в проекте, за месяц до того, как вы узнали о проекте и технологии Анатолия Эдуардовича, за два месяца, попробуйте вспомнить этот период. И подумайте, чего или кого не было бы сейчас в вашей жизни, если бы вы тогда не сделали правильный выбор. Вы можете даже после марафона посидеть и выписать это для себя, те ценности, те выгоды, то прекрасное, что вы имеете сейчас, тех людей, которые сейчас присутствуют в вашей жизни. А второй вопрос. Давайте прогуляемся в будущее. Прибавьте к нынешнему времени ту продолжительность, которой вы находитесь в Skyway, в проекте Skyway. Кто-то семь месяцев, кто-то год, кто-то пять лет. К сегодняшнему моменту прибавьте это время. Прочувствуйте, какой это будет год, какой это будет месяц и свизуализируйте, помедитируйте, представьте, что или кто еще появится за это время в вашей жизни, что вы скажете себе спасибо за то, что активно участвовали все эти годы в проекте, поддерживали технологию и завершили вместе со всеми 15 этапов. Просто вечером перед сном повизуализируйте, закройте глаза и представьте все то, что будет в вашей жизни. Я желаю вам сочного и долгоиграющего послевкусия от сегодняшнего марафона. Спасибо вам большое и до новых встреч! Спасибо большое, Ириша, за такие приятные слова. Очень аж мурашки немножко вошли в какой-то момент. И да, действительно, несколько лет назад как много людей мы бы не встретили. Фантастически. Лично для меня это было... У меня никогда не было такого, что я встретил так много прекрасных людей, прекрасных, единомышленников, которые спасают мир, которые деятели, которые улыбаются и дарят добро в одном месте. Это прекрасно находиться и быть частью такой семьи. Спасибо, Ириша. Прямо у меня аж слезы в глазах выступили, потому что я действительно подумала вдруг, сколько вообще приобретено людей, знакомых, друзей, родных за это время. Никогда не задумывались, действительно, никогда не задумывались. Как много нам дал этот проект вообще для нашей души, для нашего сердца, для нашего внутреннего мира. Не говоря о том, что мы вложили, что мы построили, чего мы достигли. Спасибо тебе огромное. Очень хорошее задание. Есть над чем подумать. И я думаю, что кроме того, что вспомнить и выписать, кого из людей мы встретили в проекте, им кроме того, что вспомнить, еще можно и позвонить даже. Особенно в воскресенье. Вообще, идея будет отличная. Прекрасно. Благодарим. И так дальше. Двигаемся дальше. Сейчас мы послушаем мотивацию нашего представителя из Греции. Это Оля Погодаева. Пожалуйста, Оленька, включайтесь. Здравствуйте, Ольга. Рада приветствовать вас. Меня слышно? Слышно и видно. Всем привет. Всем привет из солнечной Греции. Я в таком, в другом формате. Немножко вам хотела показать наше средиземное теплое море и солнышко. Так, чтобы немножко вас согрело. Вот, смотрите. Видно, да? Очень тепло выглядит. Хочется к вам немножко. Очень тепло, очень красиво. Поэтому и приглашаю вас к нам. Вот. И теперь немножко расскажу свою историю, как я оказалась в проекте. И случилось это в январе 2015 года, то есть только закончился 2014 год. И случайно увидела на страничке одного человека, которому очень благодарна в фейсбуке. И у меня всегда такая проблема. Так как я живу в Греции уже 20 лет, и приходится мне ездить в Россию, так как я родилась в Россию, и брать перелет у меня идет на двух самолетах. Я очень не люблю самолеты. И когда увидела вот эту идею, идею Анатолия Эдуардовича, этот транспорт безопасный, экономный, ну, просто супер-супер во всех смыслах. Я очень с радостью бы поменяла бы самолеты на транспорт Анатолия Эдуардовича. И это меня толкнуло первому инвестированию. Я причем инвестировала сразу же первый месяц, когда нашла проект. И поделилась с несколькими самыми близкими людьми. Потому что поначалу, пока изучала информацию, я днем и ночью, наверное, первую неделю изучала информацию, искала по Анатолию Эдуардовичу. И делилась им своими впечатлениями. К счастью, меня поддержали мои люди, нашлись мои близкие, которые меня поддержали. И с 2016 года уже в Skyward Community я зашла как реагинальный куратор, так у меня была структура достаточно большая. И уже здесь развивала больше и стала спикером. Ну, что хочу сказать? Хочу сказать, что мы проектом несем людям безопасность, счастье. Мы несем экологию и должны все это прочувствовать, прочувствовать и передать это другим людям. То есть, насколько будет мир безопаснее и лучше и чище, когда будет наша компания везде строить дороги, как будет легко передвигаться нашим транспортным. И просто мне кажется, это же едешь и видишь все это, созерцаешь. И не то, что самолет сел и снизу ничего не видно. И не боишься, да? Я как сказала, я не люблю самолеты, хотя приходится ими пользоваться. И поэтому нужно передавать это людям. Передавать, делиться. И самое главное, делиться тем, что мы даем ведь еще и обеспеченность. Возможность людям обеспечить свои семьи. Возможность сделать себе активы. Мы понимаем, что активы нам всю жизнь приносят доход. Поэтому давайте людям возможность создавать активы. Обеспечивать себя, в первую очередь, своих детей, своих внуков, все свое поколение. Делитесь со своими родственниками и близкими людьми. Спасибо большое. И приезжайте к нам на Средиземное море. Благодарим, Моринка. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Да, да. Обязательно в Грецию к вам заедем. И надо будет думать уже, как нам всех скайвейвцев связать в мире. Либо построить транспорт везде, либо построить эко-город первый. И всем скайвейвцам проинвестировать и заселиться туда. Идея. Вот. Спасибо большое. Итак, следующий. Один из лидеров Польши. Сергей Маслов. Пожалуйста. Слушаем вас. Как меня слышно? Видно? Добрый день. Прекрасно. Прекрасно слышно и видно. Добрый день, Любовь. Добрый день, Артем. Приветствую всех зрителей сегодняшнего марафона из жаркой солнечной Польши, из столицы города Варшавы. У нас также жарко. Очень жарко. Единственное, что приходится, сидя в городе, закрываться дома и с вентилятором подключаться к вам, дорогие друзья. Еще раз. Меня зовут Сергей Маслов. Я в проекте с 2017 года. И я в проекте вот по каким причинам. Причина номер один, потому что я искренне считаю, что весь сегодняшний мир, технологический мир, уже бесповоротно уходит в сторону более передовых и современных решений мировых проблем. И это касается абсолютно всех отраслей мировой экономики. И осознание этого вопроса приходит только тогда, когда мы посмотрим на немного философские перспективы времени последних, скажем, лет 100-150 лет и увидим, насколько все в мире поменялось и что нет ничего постоянного и все будет меняться в ближайшее время. Это причина номер один. И на фоне всего этого мы также видим попытки человечества решить проблемы также и в мировой транспортной отрасли, будь то проблемы городского транспорта или транспорта международных перевозок. Мы все видим, что в городах появляются электрокары, электробусы. У нас в Варшаве на каждом ходу, на каждой улице куча самокатов, велосипедистов. Но, по сути дела, все эти попытки, они не решают, например, такой существенной проблемы, как комфорт проживания человека, например, в городе, а также его безопасности. И я это знаю очень хорошо по себе, так как Варшава – это большой город, и что порой очень трудно бывает переехать, добраться из пункта А в пункт Б, и надо потратить кучу времени и нервов на это. И как велосипедисту, так и водителю автотранспорта всегда нужно быть крайне внимательным и передвигаясь по городу. Если честно, иногда это очень сильно выматывает и надоедает. И скажу так, что я лично огромный приверженец той мысли, что передвижение человека, будь то в городе или из города в город, должно приносить ему радость и удовольствие от этого процесса. И во время поездки человек должен отдыхать и наслаждаться комфортом, как внутри транспортного средства, так и видом из окна. И я считаю, что решение, которое предлагает сегодня проект Skyway, дает возможность это делать. И что самое важное, немало, не менее важно, делать это быстро и недорого. Причина номер два, по которой я в проекте Skyway, лично меня очень привлекла концепция проекта Skyway, касающаяся контейнерных перевозок. Потому что я, если честно, то меня это даже привлекло, наверное, больше всего. Потому что я сам работаю в сфере международной торговли и глубоко убежден, что в 21 веке сама идея перевоза грузов по морю и даже по железной дороге, сам вопрос времени, которое на это требуется, все это должно уйти в прошлое. Потому что сегодня очень часто сроки и стоимость поставок грузов играют решающее значение в успехе твоего бизнеса. И порой никто не будет ждать дополнительно полутора месяцев, пока ты привезешь товар заказчику. Поэтому вот эта вот сеть эстакад, которая предлагает Skyway, модули, юниконты, это вот именно то, что нужно бизнесу в 21 веке. Поэтому всем тем, кто еще думает инвестировать или не инвестировать в проект, очень настоятельно рекомендую ознакомиться более подробно вот именно с концепцией, этой концепцией грузоперевозок Skyway. Ну, она сегодня очень востребована, я считаю. Ну, и причина номер три, она довольно банальна, помогая проекту финансово, сегодня инвестируя в Skyway свои заработанные средства, я также инвестирую в будущее, в свое будущее, в будущее своей семьи, в реализацию своих каких-то личных целей и мечт, которые я поставил перед собой. Ну, и наверняка придет такой момент, когда мне захочется больше отдыхать, больше путешествовать, и вот именно тогда сегодняшняя инвестиция наверняка вернется мне и поможет мне это все реализовывать и получать реальные ощутимые доходы. Точно поможет. Точно? Ну, и да, и вот, и, наверное, еще, вот, наверное, еще как бы есть причина такая дополнительная, да, заканчиваю уже, значит, вот в 2017 году, когда я стал, вернее, когда я принимал решение стать инвестором или нет, мне довелось лично познакомиться с автором проекта, с Анатолием Эдуардовичем, пожать ему руку лично, заглянуть ему в глаза. И вот, вы знаете, бывает так, что когда вот встречаешь светлого человека, да, даже на какой-то момент, у тебя сразу пропадают какие-то сомнения. И вот в тот момент, когда я ему пожал руку, вот у меня все самые последние опасения по поводу, там, вкладываться или не вкладываться, они сразу пропали. Вот, поэтому, ну, друзья, всем рекомендую инвестировать в Skyway. Сейчас есть еще время стать инвестором корневой системы. Этот проект, я абсолютно уверен, он выстрелит и очень скоро. И еще раз, еще раз всех приглашаю. Артем. Да, спасибо большое, Сергей. Спасибо, да, благодарим тебя. Действительно, он уже прям выстреливает, уже спусковой крючок, так скажем, нажат. Спасибо, Сергей. Да, действительно, вот у меня как раз то и произошло, что когда увидела глаза Анатолия Эдуардовича, сразу поняла, что никаких сомнений нет. Я верю каждому слову этого человека. И кто бы мне ни говорил, эксперты, в больших кавычках, как сказал Владислав. Нет, нет, ничьи больше слова для меня не аргумент. Я имею в виду отрицательные, не позитивные, со знаком минус. То есть видишь глаза и веришь этому человеку. У меня была подобная же вещь на Инотрансе 2018, когда в первый день пришлось прийти, точнее, я пришел, у меня получилось прийти, пока еще было мало людей, и стоял Анатолий Эдуардович, получилось с ним немножко поговорить. Я задал ему несколько вопросов, потому что я еще не видел Юни-Лед, который 500 километров в час. То есть я увидел его, был вообще в полном восторге. И вот тогда я понял, Артем, нужно инвестировать больше, гораздо больше. Спасибо, Сергей. Мы сейчас вызываем следующего спикера. У нас на площадке сегодня есть члены правления, но хотелось бы к ним, вот мы к ним сегодня обращаемся, не как члены правления, а как обыкновенным людям, которые точно так же, как и мы когда-то услышали об этом проекте. И поэтому мы сейчас вызываем куратора Словакии, члены правления Франтишика, Солара. И вот ему тоже хочется задать вопросы. Что привлекло, что откликнулось вообще в душе, в сердце? Что смотивировало войти в проект и быть вот по сей день, быть в проекте с нами? Пожалуйста, Франтишик, добрый вечер. Добрый вечер, Любовь, Артем, спасибо. Я очень рад, что здесь могу быть, тут с вами. Я надеюсь, что вы будете понимать, что я хочу говорить. Я участвовал тоже на первом марафоне перед одним месяцем в Лигерии. Я там говорил по-английски, но, как я сказал, я надеюсь, что все будет хорошо, и вы понимаете, что я хочу вам сказать. Но почему я активно поддержаю проект струнного транспорта SkyWay? Но немножко я бы хотел сказать о моей истории. Я узнал проект от моего друга Штефана Боджара. Возьмите с собой, он позвонил мне, он здесь из Словакии, он жил в Нью-Йорке. Он позвонил мне из Нью-Йорка и сказал, что там есть прекрасная возможность для меня инвестировать в проекте, который был в России. Ну, точно знаете, какова была моя первая реакция. Я сказал Штефану, хорошо, хорошо, Штефан, отправь мне информацию на мою электронную почту, и я подумаю. Ну, я сказал себе про себя, по правде, ну, это какая-то другая мошенническая компания с инвестицией. Ну, когда я получил информацию от Стефана, я провел всю ночь и в поисках информации об этом проекте. Это было в декабре 2015 года. За час до окончания этапа я сделал инвестицию в 2000 долларов в разручку на 10 месяцев по 200 долларов за скидкой 1.600. И Стефан отправил 200 долларов на мой счет в личный кабинет. Я думал, что это все. Что я должен был сделать, сделать, и теперь я буду ждать каких-либо дивидендов. На следующий день Стефан мне позвонил, и он сказал, что нужно было заработать за второй взнос. Затем я спросил, что за второй взнос, а потом он сказал, что мне придется заплатить 10 взносов по 200 долларов. Каждая. Но уменно тогда я начал понимать, что я на самом деле делал, и что мне действительно нужно было что-то делать, чтобы продолжать платить мои взносы. Поэтому я действительно начал искать всю доступную информацию о проекте. О проекте я посмотрел страницу Юницкого. И чем больше я впитывал информацию, тем больше я был убежден, что этот проект чем-то особенным, каким-то образом мой внутренний голос сказал мне, что мне нужно говорить об этом проекте с моими знакомыми и друзьями. За два дня до Рождества шесть моих друзей сидели в моем доме, и у нас была наша первая видеоконференция с руководительством еще в это время с Вига. Там Сергей был, я думаю, что Алекс тоже, и другие руководители этой компании. После этой встречи мои знакомые, они зарегистровались и сделали инвестиции. Но затем я начал активно работать, начал делать публично презентации, вебинары, и моя структура начала расти. У меня не было проблем с выплатой 200 долларов в месяц из моих бонусов. Но после этого около 60 клиентов из Skyway Capitalа и Словакии посетили первый ECOFES в апреле 2016 года. Там я понял. Там я увидел, куда идут наши инвестиции. действительно строится струнный транспорт. Ну а затем наступил великий момент, который я даже не хотел верить. Чел приглашение отпраздновать день рождения Анатолия Юницкого. Я всю жизнь буду помнить его слова, когда он говорил о проекте и планах компании, что мы постепенно изменим весь мир и этот проект не умеет аналогов в мире. Даже сегодня я вижу слезы в его очах, его в глазах, когда он говорил, что очень верит в нас, обычных людей, которые поддерживают этот проект. я никогда не испытывал такого в своей жизни до этого момента. Искрепность, доброта, уверенность в себе, вера в людей, его настойчивость уверяли меня, что я в хорошей компании, что стоит бороться за эту компанию до конца. Вот почему я выстоял и поэтому я уверен проекту и идею господина Винницкого. Я видел его мессию и решимость изменить мир и предложить лучшую жизнь миллионам людей в мире в его глазах. Вот почему я здесь. Поэтому я учу других людей, как вести этот бизнес. Поэтому я оставил все свои дела, но я управлял производствами, предприятельствами в качестве директора в течение 30 лет. И просто занимаюсь с разработкой этого замечательного проекта. Потому что я знаю, кем мы руководим, мы знаем, кто нас возглавляет, и я знаю, что вместе мы сильны, и никто не остановит нас. Строй Skyway и спасай планету. Приветствую вас, дорогие коллеги. Это все с моей стороны. Спасибо большое, Франсишек. Спасибо большое. Я думаю, что вы понимали, что я сказал. Да, да, прекрасно понимали. Поэтому и с удовольствием уделили больше времени. Хотя вот сейчас один из организаторов наших мероприятий предложил, что в будущем, когда мы будем делать марафоны, необходимо будет ставить лимит 3 минуты и наказание. Если ты говоришь больше 3 минут, на глазах открываешь демонстрацию экрана и делаешь новую инвестицию. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое. Это не только вам, это всех бы касалось. Ну что, следующий участник? Мы представляем участника Словакии Норберт Олак. Прошу. Привет встречи, мы с Ириной говорили, что мы уже не видели себя офлайн лично так один год тому назад уже. Да, но очень хорошо получилось, что я после Франтишка следую, потому что моя история связана связана с Франтишком. Я как бы было это вчера, когда в 2016 году в конце мая он позвонил мне по телефону и сказал мне, что у нас на следующий день встреча. У нас не была уговорная встреча, но он сказал, что есть у нас встреча. Эта встреча состоялась естественно. Он пришел в мой город, мой город, так я в ту посоку, так, Венгрия, я смотрю на Венгрию через на самом на другом берегу реки Дунай, это самая большая река в Словакии, там Венгрия уже, 400 метров. Так он пришел в наш город, в Мисель, и он показал мне «Да, знаете, какие материалы были только? Только одна брошюра, каталог, и хорошо, что я сидел тогда, он тоже, естественно, и первая моя реакция была «Рантишек, это очень-очень супер, хорошо, но это science-fiction». И он мне сказал «Нет-нет, это реальность». И я тогда себе сказал «Что, Норберт, ты сидишь здесь и думаешь об вещах, которые ты думаешь, что это были science-fiction, а это уже реальность? Это какое счастье для нас, что мы дожили того, что то, о чем мы думали, что science-fiction это уже реальность? Итак, раньше показал мне каталоги, брошюры и пошел домой. Я тоже пошел домой. Я две ночи не мог спать. Две ночи не мог спать. И на второй день я позвонил ему и сказал «Франтишек, у нас встреча на следующий день». А он сказал «А у нас нет встречи?» «Но есть». И он должен был прийти на третий день обратно в мой город. У меня уже было приглашенных восемь человек. И тогда мы делали свои первые инвестиции. Все восемь человек делали первые инвестиции. Я потом так на 5-6 месяцев не делал это активно, потому что у меня был другой бизнес тогда. Ну после шести месяцев я сразу понял, что это Skyway, какая-то технология, и начал делать презентации в моем городе. Первый вопрос, который я задавал и задаю людям, которые приходят на мои презентации в Словакию или в Болгарию, потому что я уже стал массандром в Болгарии, но об этом потом. Я спрашиваю людей, если среди вас такие, которые еще колебаются, что делать в жизни, я задаю вам этот конкретный вопрос. вопрос, если вы могли выбрать одну вещь, что вы не можете потерпеть удачу, зная, что вы не можете потерпеть неудачу, и что вы обязательно доберетесь до успеха, что бы вы делали, что бы вы выбрали. Ну подумайте об этом вопросе, мой ответ на этот вопрос скажу вам в конце моего выступления. А сейчас, потому что нет у нас много времени, у меня уже почти закончилось. Самый важный вопрос, который мне задавают люди, последний вопрос, почему люди должны хотеть делать наш, ваш, наш MLM, какие у вас преимущества, помимо скидки? Так я сейчас бы сказал несколько факторов, которые повлияли на меня. Во-первых, это была возможность начать свой международный онлайн бизнес с нулевыми затратами, с нулевыми затратами, без ограничения прибыли. Это был самый важный фактор. Во-вторых, это была возможность быть при рождении ничего нового, всемирного поколения транспортной технологии, которая имеет абсолютный потенциал спасти планету. Это был второй очень важный фактор. И это были нечто, над которым я думал в прошлые дни ночи, когда встретился с рантишком. Во-третьих, это технологии помочь максимальному количеству людей жить осмысленной осмысленной и достойной жизни. Во-четвертых, это бизнес-план до 2050 года. Я не знаю другой такой компании, у которой сейчас есть бизнес-план до 2050 до 2050 годы. Вперед. Во-четвертых, это уникальная система вознаграждения, что повлияло, это наши быстрые деньги, бонусы, и долгосрочная привил, это уже наши доли или будущие акции. Во-четвертых, это возможность сделать этот бизнес глобально, онлайн, это я уже говорил. Потом долгосрочная привил, это в смысле так, что это долгосрочная привил, она в связи также для наших следующих поколений, для наших детей, внуков и так дальше, и так дальше. И как последний я бы хотел посмотреть фактор, возможно стать частью гигантского глобального бизнеса, потому что я думаю, что эта технология нужна везде, по всем мире. Но и сейчас в конце, вы еще помните вопрос, который я задал вам вначале? Я повторю, если бы вы могли выбрать одну вещь, зная, что вы не можете потерять неудачу, и что вы обязательно доберетесь успеха, что бы вы делали? Подумали? Spaceway вместе с Яницким? вы уже подумали и знаете, что это, так мой ответ сделайте это. Я это сделал в 2016 году, и мой выбор тогда был Skyway. Так же был Skyway Save the Planet. Спасибо большое. Спасибо, Норберт. Я вспоминаю, как мы с Норбертом уже будучи два года знакомы, практически два года знакомы были, я всегда считала, что он словак, потому что он работал переводчиком на словацкий язык на всех наших мероприятиях, и вдруг мне попали некоторые документы, которые мне заполняли спикеры и наши представители, и я смотрю, у Норберта написано, что он знает болгарский язык, и каково же было мое удивление, и его удивление, когда я к нему при следующей нашей встрече подошла и по-болгарски его поприветствовала, задала ему вопрос, но Норберт аж подскочил, потому что я тоже болгарка, и это был первый болгарин, которого я встретила вообще в проекте. Вот интересно, но так и получилось, вроде бы нас так много, много национальностей, но вот он, родная душа здесь нашлась, это то, о чем Ириша как раз-таки Валькович и сказала, да, кого мы здесь встретили за эти годы, я тоже очень рада. Итак, все, спасибо, огромное спасибо, желаю, чтобы Болгария развивалась, я думаю, что все получится дальше, да, у нас еще большой путь впереди. Спасибо большое, Норгер, спасибо. А сейчас мы приглашаем представительницу Германии, шикарную женщину, я помню, как здорово, мы поздравляли ее с днем рождения на Get Together на нашем празднике, Ирина Остерлейн, прошу, пожалуйста. Да, добрый день, я очень-очень рада вас всех видеть, конечно, прям вот просто счастлива, и всех вас обнимаю. Да, нам посчастливилось в этой жизни. Ну что, коротко обо мне, почему же я попала в Скорее. Как говорят, что несчастье, но счастье к счастью привело, да, я работала в Германии 10 лет в проекте тоже инвестиций вот в такие развивающиеся компании, это была компания одна лучше, чем другая, но, к сожалению, в жизни так бывает, что законы меняются, что-то меняется, и, да, в апреле 2014 года я осталась как бы без работы. Я думаю, ну что ж теперь, ну, как говорится, в жизни, одна дверь закрывается, другая открывается, и, к счастью, мне попался Skyway, вот, и, собственно, вот, с 2014 года, с июля месяца, я в этом проекте, я очень-очень счастлива. да, я по натуре такой человек, если я что-то начинаю делать, мне это обязательно надо пощупать, посмотреть в глаза человеку, потому что это так важно, если ты хочешь передать это другому человеку, ты должен сам это поверить и осознать, и я в эту компанию пришла, конечно, осознанно, с пониманием, так как я закончила в Германии Зюддойче Академию, как венчик Япитал Специалист, что-то сложное, это как инвестиции именно в развивающиеся компании, да, поэтому я здесь, вот, и я прям с удовольствием даю всем-всем эту возможность, чтобы люди познали Skyway, чтобы узнали, что это такое, и чтобы их будущее действительно, благодаря Skyway, помогло им, и их детям, и внукам, в общем-то, иметь все, что человеку, в общем-то, дано на этой земле, да, и мне посчастливилось быть на нулевом километре, на открытии нулевого километра, да, это была моя первая встреча с Анатолием Даловичем Ницким, с его прекрасной женой, надеждой, это было просто что-то здорово, нас было первый раз всего лишь 300 человек, да, вот, и мы были представители из Германии, нас Анатолий Далович приветствовал у себя в кабинете, это было, ну, в общем, это было незабываемо, да, вот, ну, и таким образом, в общем-то, я такой человек, что я действительно, я хожу везде только с брошюрками, я не выхожу из дома, чтобы у меня не было брошюрочки в моей женской сумочке, да, и поэтому я всем буквально рассказываю, как это здорово и как это хорошо. Я не хочу вас сильно много задерживать, я знаю, что все уже сказали очень-очень много, так что, в общем-то, давайте будем все дружно также продолжать инвестировать, верить в Skyway, и мы, конечно, обязательно встретимся, я очень-очень рада была вас видеть, еще раз обнимаю. Обнимаю вас. Ура! До скорых новых оффлайн-встреч. Обязательно, обязательно. Не хватает, вот не хватает, прям не хватает. Ну, видите, как сегодня хорошо, мы ведь виртуально, но все-таки обняли друг друга. Просто молодцы, просто молодцы. Спасибо, Ирочка. Спасибо большое. А теперь у нас будет прекрасный человек, такой хозяин, которому хочется приходить домой, и многие люди даже дома у него побывали, когда мы были на тренинге в Бельгии. Я приглашаю сюда представителя Бельгии Дмитрия Цыбулевского. Дима, Димочка. Всем здравствуйте. Как я рад вас видеть, если бы вы знали. Скулы болят. Как жаль, что нас разъединила вся вот эта вот ситуация. Ну, хотя бы так, я очень счастлив вас всех видеть. Вот. И вы просто моя семья. Я написал тут целую речь на эти три минуты, но у меня на сердце такое творится, такое счастье, такая радость. Я не могу читать по бумажке, поэтому не могу говорить, как оно случилось у меня в жизни. В проект Skyway я попал в марте 2014 года. Получилось так, что я обучался в Академии частного инвестора Андрея Ховратова. И Андрей Ховратов на одном из вебинаров пригласил Анатолия Эдуардовича Юницкого, и Анатолий Эдуардович рассказал про свой проект. Я сидел в это время, работал, но когда я это начал осознавать, я бросил работу и стал слушать очень внимательно. Конечно, поначалу меня не интересовала, скажем так, красивая сторона проекта, планета, там, все остальное. Меня интересовали деньги, я скажу честно. Потому что я сетевик уже со стажем, но у меня много чего не получалось. И вот когда я прослушал вот этот проект, вот эту речь, этот вебинар, я подумал, что неужели я и мои внуки и дети смогут получать ну хотя бы с половины мира какую-то долю. я вам скажу честно, было так. Вот. Я прослушал этот проект, после этого мы обсудили с моей женой по поводу, я ей рассказал, она не слушала этот вебинар, я ей рассказал про это. Мы поговорили, поговорили и решили, что мы все вступаем в этот проект. И мы купили себе две пакета. Значит, один пакет я купил себе, жене и сыну, соответственно, мы купили пакет. И с этого времени я начал рассказывать своим знакомым, друзьям об этом проекте, что вот я вошел в этот проект, я выслушал сотни нет, мои друзья и родственники все сказали, ты дурной, куда ты лезешь, зачем тебе это надо, опять потеряешь деньги, но я был уверен, что этот проект работает и будет работать. И для того, чтобы удостовериться в этом всем, первый раз я поехал на Экофест в 2016 году я был. А, нет, вру, в 2016 году я еще не был на Экофесте. Я поехал первый раз на Иннотранс в Берлин на выставку. Вот. И там я увидел вживую наши, вот эти, там был, по-моему, Юнибайк, и я посидел там и покрутил педали. Вот. И я сам увидел и пощупал это дело и поверил в этот проект, что это начнет работать. Потом я участвовал в трех Экофестах. На первом Экофесте, на котором я участвовал, это был 2017 год, я удостоился чести с командой еще нескольких, ну не нескольких, наверное, человек 30 нас было инвесторов, и нас пригласили на завод. И вот на заводе я познакомился с Анатолием Эдуардовичем Юницким, пожал ему руку, он сам проводил у нас экскурсию, сам рассказывал все, показывал, вот. И, соответственно, ну, это было что-то такое, я поверил в этого человека, и вот я больше с этой верой не расстаюсь ни на минуту. Вот. И потом я участвовал уже и в Экофесте, и во втором Экофесте, и потом еще в одном 2018 году в Инотрансе. Вот. И этот проект, это просто проект, ну, мировой проект. И я желаю, чтобы все люди, которые понимают в этом что-то, присоединялись к нам. Потом, когда мы начали обучение, когда Skyway Capital сделал обучение для лидеров, то я познакомился с такими людьми, с такими светлыми людьми, которые тоже хотят быть в этом проекте, продвигать его. и я просто счастлив, что я вас всех знаю, что вы меня знаете, что я был у многих, ну, не то, чтобы дома, но я был в стране, я помню эти поездки в Литву, в Грузию, как нас принимала Грузия, как Литва, как Чехия, как, ну, это Латвия, ну, это просто нет слов. А как, ребята, как я был счастлив, когда я был на первом экофесте, и я на потолке в музее увидел свою фамилию, фамилию дочери, фамилию сына, фамилию моей жены, я был просто счастлив и горд, что я там. Вот, и я храню все-всю, всю атрибутику нашего Скайвея, где я был, вот смотрите, это из Тарджи, это из Дубая, а вот это все, со всех наших мероприятий, вот они, а это целая история. На поездку, да, целая история, может быть, мы когда-нибудь создадим музей Скайвея комьюнити, и каждый принесет что-то свое в этот музей, вот, и я очень счастлив, что я в этом проекте, и приглашаю новичков, ребята, приходите, это мощно, красиво, и, ну, я даже не знаю, как это выразить, все видно на твоем лице, Дима, приглашаем всех, всех, все видно, так что я рад всех вас видеть, я счастлив, и у меня в команде есть люди, которые в этом проекте, и которые с удовольствием и понимают, что это мощный проект, что это, ну, это наше будущее, будущее наших детей, будущее нашей планеты, и спасибо большое вам всем, и особенно Анатолию Эдуардовичу, что он нас всех объединил, он нас всех поднял с наших диванов, вот, и я счастлив, ребята, спасибо большое, Дима, тоже очень счастлив тебя видеть и слышать. Спасибо, я выдам секрет, хотя это не секрет, у Артема есть идея такая, чтобы мы создали эко-поселение, первый эко-город линейный, куда мы все инвесторы, кто сейчас есть, все поселимся, Дима, и вот там мы сделаем свой музей, и именно туда мы все вот эти вот атрибуты, в нашем городе будет первый музей, и вот туда, так что храним, мы тоже все храним, и мы там все выложим. Я не говорю про это, еще у меня есть одна такая идея, я бы очень хотел создать какую-то свою спортивную команду, которая бы называлась Skyway. Я когда-то занимался единоборствами, вот это надо спрашивать у Анатолия Эдуардовича. которые будут приходить на дивиденды, попробуем. Наверное, да? Да, ну спасибо большое, спасибо, Дмитрий. Так, а сейчас мы приглашаем следующего участника, Олегас Лисавскас из Ирландии, пожалуйста. У нас там тоже есть русскоязычная команда, твоих не три минуты. Добрый день всем. Рады тебя приветствовать. Приятно вас видеть. Слышно меня хорошо? Да, слышно прекрасно. Видно только голову. О, супер. Лучше. Да. Почему ты здесь? Почему ты с нами? Почему ты в этом проекте? Ну, во-первых, у меня выбор был небольшой, потому что мне его предложил Аурелью, с краеша, с которого я сильно люблю и уважаю. Так что там вопроса нет, не было вообще. Атлета нет. Во-вторых, конечно, когда я посмотрел обращение Анатолия Эдуардовича, я как человек эмоциональный меня тронуло сразу. И как последовательно попал на мероприятие в Берлине, на первый и на транс, так там уже точка была поставлена, что тут тут не каждому так еще повезет попасть в такой глобальный проект. И как посидел в этом юнибайке, там, все такое, ну, я по сей день еще не могу поверить, что я в таком проекте, и удалось познакомиться с такими людьми и шагать, как бы, вместе. Что еще хотел подчеркнуть, так, как тут уже говорилось, что будет еще, допустим, через столько лет, сколько ты уже в проекте, так это как бы сложно даже представить. Мы столько стран объездили, столько конференций, столько всяких интересных моментов, и правда, если бы не этот проект, я даже не знаю, какая была бы моя жизнь сегодня. И ну что, я, в принципе, активно начал работать после Берлина именно, и уже эти все последующие экофесты там, и все-то, это что-то нереальное просто. Так что всем посоветую только меньше думать, и лично для меня все негативные про наш проект момент в меди, там, особенно в Литве, меня тоже, наоборот, как бы замотивировали, потому что если там про него говорится плохо, значит, это что-то удивительно хорошо. Так что строй сковей, спасай планету, всех вас люблю, очень, очень жду, когда опять мы встретимся, и я от вас без ума, как и от проекта. Спасибо большое, Олегас. Нет, ум оставляем, нам нужно заработать деньги и распоряжаться, и вообще нам еще много нужно сделать, но действительно до скорой встречи, очень-очень хочется всех увидеть. Спасибо тебе, Олег. Всего доброго. И спасибо. И сейчас у нас на площадке Елена Бучковская, это куратор Соединенных Штатов Америки. Леночка, подключайся, пожалуйста, расскажи нам свою историю, что тебя мотивирует, что тебя привлекло, что было твоё сердечко. Добрый вечер. Добрый день, добрый вечер, у нас еще только день начинается, у нас еще 12 часов дня, все в разгаре, а как я попала в проект Skyway, у меня тоже выбора не было, потому что в 13-м году, я если меняю что-то в жизни, то уж так кардинально, в 13-м году я из Риги переехала в Соединенный Штат, и волю и судеб мне надо было в 15-м году вернуться в Ригу, ну там оформить кое-какие документы. И моя подруга, вот Леночка, которой вы ее видите, Ковалик, она говорит, ты должна послушать одну вещь. Ну вот, ну я, конечно, пошла не на вещь, а потому что она меня пригласила. Я послушала, мне через день надо было улетать, я сказала, вот деньги, вот я вступаю, разбираться будем потом. потому что у меня один день был. И я улетела опять в Америку. Это было в ноябре 15-го года. В апреле 16-го года я уже прилетела на первый экофестиваль. Я уже была мастером. Вот. И когда я увидела, посажен, я посадила дерево. Представляете, написано Елена Бычковская. Где я, а где дерево? я увидела музей, где, вот как говорил предыдущий оратор, забыла кто, он говорит, зашел в музей и на небе увидел свое имя, детей, жены. Представляете, это вообще, и с того момента у меня Skyway это образ жизни. Я просто не представляю, как можно было жить без него. и я вот всем рассказываю. С 17-го года я приехала на второй экофестиваль, уже эксперт, и стала куратором региона, региона Соединенных Штатов. Так что для меня это как вот, а вот это вот в Эмиратах, это было столько радости с Анатолием Эдуардовичем, постоять хотя бы, подышать с ним одним воздухом. Это настолько счастливый момент в моей жизни, что я не знаю, как еще мотивировать людей. Надо входить, платить, вносить свою лепту, потому что помогая Анатолию Эдуардовичу осуществить его мечту, мы осуществляем свою мечту. У каждого у нас есть своя мечта. И честно говоря, вот мы каждый делаем все исключительно для себя. Как бы мы ни говорили, строим структуру, но мы же все делаем для себя. Это наш выбор. Выбор помогать Анатолию Эдуардовичу, выбор улучшать планету, жизнь людей, но все это идет от нашего сердца. Так что я призываю. А потом еще был такой интересный случай, когда я первый раз попала на экофестиваль, это было в 16-м году, в апреле. У меня был день рождения. И как раз была конференция на мой день рождения. Мне говорят, вот, посмотри на свое окружение, и ты будешь похож на него. Ребята, у меня был такой подарок на мой день рождения, единственный раз в жизни, такое окружение, куда теперь без него. И теперь я равняюсь на вас всех, потому что я не представляю больше жизни без вас. так что строй Skyway, спасай планету. Супер, супер, спасибо большое, Елена, спасибо. Это действительно, как мы в Дубае делали мирный войн, один в Северной Америке, который продвигает наши экологические технологии и помогает Юницкому развиваться, так скажем, по всему миру, на всех континентах. Да, спасибо большое за выступление. Вот как раз получилось, что камера не дала себя включиться, но под рукой находились фотографии, которые действительно дают много эмоций, особенно последние, с очаровательной улыбкой, радостью и Анатолием Эдуардовичем. А сейчас мы подходим, можно сказать, к последнему спикеру нашего марафона, но еще будет немножко информации. А сейчас представитель Эстонии, член правления, тот, кто вложил всю душу в данный проект, Ирина Волкова. Прошу вас, прошу вас к микрофону. Добрый день, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня не услышно. Здравствуйте. Выдно и слышно прекрасно. Добрый день. Я не вижу себя, но я сижу в таком восторге, уже прошло более двух часов, но вы знаете, как и полагается в любой большой семье, когда люди давно не видятся, не встречаются и практически всю ночь сидят, разговаривают. У нас примерно то же самое. Вы знаете, сегодня действительно прямо вот сердце открыто, какие все красивые, как хорошо все говорят. Почему? Потому что каждый говорит именно свою правду. Вы знаете, это очень хороший ключ, который помогает действительно нам нести идеологию Skyway в правильном русле, потому что это действительно очень важно говорить практически свою историю, рассказывать так, как с вами это происходило. Люди это чувствуют, люди сейчас очень сенсорные и это очень помогает каждому. Я просто радуюсь сегодняшнему формату, чтобы не говорить долго. Я в этом проекте 2014 года и при первой встрече с Анатолием Эдуардовичем Юницким, когда я услышала всю его историю, предыдущую, многолетнего, большого опыта и причины, почему никаким образом не мог развиваться проект, запускаться проект, именно тогда я понимала, что именно этот проект нужно продвигать очень большой силой. Это должна быть какая-то космическая сила, это должна быть какая-то космическая синергия. И тогда я приняла для себя решение, что я могу делать в этом случае. я могу помогать объединяться большому количеству людей для того, чтобы создавать такую большую силу и реализовать этот проект. Я сегодня тоже очень много для себя набрасывала каких-то пунктов, о чем я хочу рассказать, сколько на этом пути было различных историй. Но вот эта самая ключевая вещь, именно объединение людей, синергия людей для того, чтобы мы пробегались дальше. Мне не верится, что сегодня уже 14 этап. Где-то отголоском звучат еще слова известного русского космонавта Вовка, который в самом начале 2014 года позвонил мне, как оказалось, я не знала об этом, он стал программу инвестирования в мою группу, поблагодарил за встречу очередную, которая была у нас в Санкт-Петербурге, и я до сих пор помню его слова, когда он сказал, деточка, вы не представляете, как вам повезло, тогда мне, может быть, не все было понятно, и, естественно, я спросила, в чем же мне повезло, он говорит, вы не представляете, потому что вы счастливый человек, вы это все увидите, и вы будете этим еще всем пользоваться. На тот момент ему было 93 года, и я понимала, что человек, который очень многие годы знал Анатолий Эдуардович Ельницкого, который вложил практически свои последние деньги для того, чтобы сделать свой вклад и помочь в продвижении этого проекта, сделал все, и я до сих пор помню его слова, я до сих пор помню первую встречу с Анатолием Эдуардовичем Яицкого, которая тоже меня не оставила равнодушной, но я в этом проекте, потому что в этом проекте все моя семья, вы уже слышали сегодня выступление Влада Волкова, в этом проекте мы находимся практически 24 часа в сутки, мы делаем все возможное для того, чтобы все люди, которые вошли в этот проект, могли сотрудничать на очень хороших, постоянно улучшающихся качественных условиях, поэтому, что мне важно в этом проекте, очень много вещей, но одно из самых главных, это те люди, которые помогают продвигать этот проект, и поэтому, коллеги, эти люди, это вы, это вы, которые действительно с разных стран, с разных регионов, разных менталитетов, я получила колоссальное удовольствие сегодня видеть ваши глаза, слышать, что вы говорите, как вы говорите, это очень дорогого стоит, я в этом проекте, потому что он помогает мне финансово комфортно проживать и помогать другим людям, опять же, помогать, наращивать их, тоже постоянно растущий доход, помогать сотрудничать на различных уровнях, и вы знаете, для меня тоже большой стимул быть внутри команды, потому что я тоже развиваюсь, это всегда приходится быть в большом тонусе для того, чтобы соответствовать не просто уровню технологии, а тому темпу, с которым мы развиваемся, и вы знаете, мне все это очень интересно, и для меня вообще очень важно движение, поэтому я в этом проекте, за весь промежуток времени мы побывали в более, наверное, чем в 50 странах, мы сейчас объединили более 200 стран, и в это сейчас трудно поверить, когда оглядываешься назад, боже, как мы это все сделали, но мы двигаемся вперед, мы создаем события будущего, мы работаем, и я знаю, что все абсолютно идет по расписанию, как я говорю, все в нужном направлении. Мы сейчас находимся в очень уникальное время, коллеги, с одной стороны, как будто бы старая декорация старых технологий, с другой стороны, новое пространство, мир обновляется, и я очень рада, что я являюсь одной из частей этого нового мира, и не просто являюсь, а я делаю это, я этому очень горжусь, и я еще раз благодарю вас всех лично за то, что вы с нами, за то, что вы все свои таланты и способности привносите как благодарность, как дар, как труд в этот проект, и мы обязательно все сделаем. Коллеги, благодарю вас за сотрудничество, я вас всех люблю. Спасибо большое, мы вас тоже любим и обнимаем, спасибо за добрые слова, и спасибо, что такой огромный вклад сделан вами и Владом в данное детище, детище будущего. И мы благодарим всех участников марафона, за то, что поделились о своей истории, за то, что рассказали, что для вас было самым главным и значимым, за то, что радостью своей поделились, внесли такую нотку позитива в наше общение, за то, что мы, вот мы действительно сейчас как будто бы в одном зале побывали и провели оффлайн-мероприятие. я благодарю вас за то, что вы продолжаете делать свое дело, продолжаете двигать, рассказывать, инвестировать, быть партнером, быть просто единомышленником Юницкому, не в зависимости даже здесь, в проекте или вообще в жизни. И, как я всегда думал, я хочу связать с этим жизнь, я хочу помочь Юницкому сейчас своей энергией, своей непуганностью где-то, и я понимаю, что может быть на день или на неделю или на месяц, но я приближаю этот проект и реализацию. Да, то есть наша каждая работа, каждый вклад, каждое слово, которое вы говорите, оно, так скажем, ускоряет наш процесс. И уже очень скоро мы действительно будем быстро-быстро передвигаться друг к другу в гости, потому что у нас будет полная свобода времени, полная финансовая свобода. Да, мы знаем, что у нас сегодня на площадке были новые люди, и очень надеемся, что вы к нам присоединитесь, присоединитесь к нашей команде. И еще, да, мы приглашаем вас в нашу международную, интернациональную семью, чтобы наш дом был самым лучшим. Да, для вас сейчас есть очень много возможностей, для всех нас, кто продолжает инвестировать. На сегодняшний день у нас прям уникальные возможности открыты, у нас есть замечательная акция дисконт лояльности, которые на сегодняшний день один к 90 и один к 50, мы можем взять пакеты. У нас наши партнеры получают огромные призы, кто участвует в программе, в конкурсе Level Up, потому что сначала как-то, сначала не серьезно отнеслись, а сейчас уже такая разгорелась очень серьезная борьба между странами. и меня очень поразило и порадовало, что в июне у нас призовой фонд был большой, очень, и первые два призовых места получили более 16 тысяч долларов призами, кто попал в первую десятку. Это очень здорово. И еще, не забывайте, пожалуйста, что на нашем сайте, в нашем личном кабинете у нас есть новости, так скажем, встречи skyway.capital.com Flash News, там вы увидите все новости, все наши оффлайн-встречи и онлайн-встречи. У нас сделаны вебинары на все виды и на многих языках, для того, чтобы, да, 21 язык, иностранный язык, и поэтому приглашайте, пожалуйста, как можно чаще и больше приглашайте своих знакомых, близких, родных, незнакомых людей, для того, чтобы изменить их жизнь и для того, чтобы, коль вы знаете это, чтобы они поучаствовали в изменении мира. в лучшую сторону. Также строят свои партнерские команды в своих городах и странах по всему миру. Люди становятся лидерами и кураторами своих регионов. Если вы хотите стать лидером, хотите стать куратором, хотите дать больше своей жизни и своей энергии этому проекту, пожалуйста, пишите нам. Сейчас я в чат поставлю корпоративную почту, на которую можно, через которую мы сможем на эту тему пообщаться. И у нас проходит очень много обучений и сейчас как раз планируется новое обучение, которым занимается наш член правления Алексей Суходоев. И я прошу его, расскажите, пожалуйста, о том, какие возможности есть у наших партнеров и потенциальных инвесторов. Алексей? Благодарю, Артем. Друзья, действительно, каждый может реализоваться абсолютно полностью в нашем проекте, но чтобы добиваться максимальных результатов, нужно действительно обучаться. И многие меня помнят, мои конференции помнят, потому что я никогда не даю никаких обещаний насчет дивидендов. Я могу просто привести аналогии с текущими индустриями, которые развиваются. Но на чем мы должны сфокусироваться сейчас? И на самом деле это касается тех людей, которые будут вновь присоединяться к нашему проекту, в первый раз услышат о нем, получить навыки, умения и компетенции для того, чтобы за один-два вечера, то, что вы сейчас привлекаете, к примеру, кто-то 100 долларов инвестицию, кто-то 500, кто-то 1000, а есть кто десятки и десятки тысяч, даже на сотни выходят, чтобы вы увеличили свой чек продаж 10 раз. И, конечно же, для этого нужно обучиться продажам. Я пока что не буду раскрывать имя и отчество, и фамилию этого замечательного специалиста, но я очень рад, что мы договорились с этим человеком, так как он обучил тысячи продавцов и менеджеров по продажам, различных топ-менеджеров и бизнесменов таких международных компаний, как Panasonic, Toyota, Volvo, Renault, Land Rover, Nestle, Unilever, Heineken, Toshiba. И вы понимаете, что мы стоим в одном ряду с подобными корпорациями. Все, кто достигнут статуса мастер, вот сейчас воспользуйтесь этим шансом, потому что на самом деле мы долго размышляли, думали, каким образом лучше вот этот виртуальный кампус, университет реализовать и пришли к выводу, что это будет наша дополнительная сторонняя площадка. И вы видите, насколько много направлений, даже лично я развиваю, то есть я не представлял, что нам как спасательной палочкой будет система ледокол. И для того, чтобы даже в этой системе двигаться, нужно обучиться продажам. Вы можете обучиться им бесплатно. Я сам лично сейчас тестирую, прохожу вот этот тренинг. Там знаете, вот так по эскалации. Сначала вроде кажется, что все просто, настройка на продажу, представь своего клиента, а потом бам, и система как выстроить отчет по продажам, как спланировать самое главное. То есть вначале это настройка, ментальная настройка, и потом серьезнее, серьезнее уровень повышается. Именно с этим человеком и с другими ведущими компаниями мы разработаем книгу скриптов. Книгу скриптов, которая будет двигаться именно в логике реализации нашего проекта с учетом всех требований по репутации. Потому что в ближайшее время также ограниченное количество пока что людей услышат и смогут поприсутствовать на вебинаре по репутации. Покажите мне компанию в мире кто занимается репутацией. Этим занимаются компании, которые призваны развиваться на десятилетия. И это как раз таки наша компания и SWC и технология которую мы финансируем. Потому что мы пришли сюда на десятилетия. И я лично буду обучаться и дальше продолжать продажам, потому что потом мне хочется реализовывать и продавать то, в чем хочется Анатолию Эдуардовичу больше всего помочь. И это цель моя участие для того, чтобы помочь ему реализовать какой-то свой вклад, нести общепланетарное транспортное средство. И здесь нужно будет хорошо уметь продавать. Здесь нужно уметь проводить презентацию в лифте. Здесь нужно уметь через телефонные продажи продавать продукт. Это поможет очень сильно вырасти в квалификации в навыках продаж с помощью специального сертифицированного тоже не детский сад. Это не какие-то к примеру тренинги, которые мы запускали в поиске нашего пути по этой компетенции продаж. Это действительно тренер, который не тренер, это специалист, который взращивает крупные компании и крупных продажников в этих компаниях. Я могу привести даже пример. У нас спектр компаний, которые он обучал, он достаточно разносторонний, но даже российская компания, они мои земляки, так скажем, это дежурал АСКО, страховая компания, они вышли на IPO. Они вышли на IPO после того, как этот человек обучил по продажам, каким образом выстраивать монетизацию продукта, как предлагать клиентам, как правильно именно продавать. И вот такие результаты получили. Поэтому даже 90-100 человек обязательно должны сделать то, чтобы максимально сократить возможность для входа крупного инвестора. крупные инвесторы успеют войти на адресные проекты. И мы их там с нетерпением ожидаем. Но мы как сообщество должны в первую очередь научиться продавать. Потом будет тренинг по социальным сетям. Это Instagram. Продажи кстати вначале будут на русском и английском. Instagram тоже на русском и на английском. И вот этот человек это немножко нашим партнерам с других стран говорит также и на других языках. То есть представьте вот насколько он сейчас и сам погрузился в проект и анализировал его. И он говорит на датском, на немецком, на испанском, на французском. Такие люди должны обучать нас продажам. Поэтому подтягивайтесь до статуса мастера. На ближайшем мероприятии именно виртуальном, которое каждый сможет бесплатно получить доступ к этому курсу. Рыночная стоимость пивот. Я оцениваю в несколько тысяч долларов. Естественно, так мы не будем реализовывать, потому что в первую очередь это лишь часть нашего продукта и это возможности обучиться. Потом будут социальные сети, это инстаграм, это как позиционировать правильно себя в социальных сетях. И следующий курс, я думаю, что мы обязательно запустим по финансовой грамотности. Опять же, не детский сад, а профессионально, достойно понимать, что такое IPO, понимать, что такое хедж-фонды и разговаривать с крупными инвесторами на взрослом языке. Так что нас ждет очень много интересного и это все появится в ближайшее время сейчас IT-департамент работает примерно два с половиной месяца для того, чтобы на отдельной площадке, для того, чтобы не взламывали и так далее и тому подобное люди смогли получить доступ. И поэтому этот продукт сейчас я даже не произношу, научился от головной компании не произносить имя, фамилии этого человека. Но это того стоит. Обучение, свет, учение, как говорится, век живи, век учись. А с учетом развития нашего проекта на десятилетие и перспективы такой дорожной карты, которой не обладает ни одна компания мира, я думаю, что обучиться нам придется еще много чему. Благодарю. Спасибо большое, Алексей. Действительно, нам нужно ежедневно учиться и совершенствовать все свои навыки для того, чтобы в будущем помогать более эффективно строиться по всему миру, потому что, я уверен, у Анатолия Эдуардовича серьезный план на всю планету по экологическим технологиям. Спасибо большое, Алексей. И да, действительно, будем учиться и всех призываем, достигайте статуса мастера, чтобы получить такую возможность прекрасную. Но и все смогут приобрести этот пакет. Мы не будем продавать его просто так отдельно. Тот, кто пожелает получить этот курс, он также будет получать долю в компании. Здорово. Фантастические возможности, как и все в нашем проекте, дорогие друзья. Я хотел бы сказать в завершении я от Анатолия Эдуардовича услышал гениальную фразу, которая врезалась, и я считаю, что она действительно важна, когда ты думаешь, как ты живешь, зачем ты живешь. Она очень важна. Мы получили нашу планету не в наследство от наших родителей, а мы взяли ее взаймы у наших детей. Она все ставит на места, абсолютно все, и придает одна эта фраза естественный смысл жизни. Поэтому, дорогие друзья, дело каждого сохранить наш космический дом, в котором мы живем, и улучшать его по максимуму, насколько это возможно, для процветания самой жизни, частью которой мы являемся. Всего хорошего всем, всех благодарим, до новых встреч, до новых оффлайн-встреч, онлайн-встреч, потому что у нас планируется еще марафон, и следующий марафон будет вьетнамский, на вьетнамском языке, да, и пока мы не можем оффлайн-встречаться, мы немножечко будем общаться вот таким вот образом. Так что, строй SkyWay, спасай планету! Дай дорогу в мир транснету! Ву-ху! Спасибо большое, дорогие друзья! Теперь включайте микрофоны и... Да! Ву-ху! Здорово! Здорово! Так много людей! Так радостно видеть вас всех вместе! Просто... Всем огромное спасибо! Делаем еще такие встречи! Огромное спасибо! Делаем, делаем обязательно! Субтитры сделал DimaTorzok